Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами зацениваем сарай. Она же СУ-100У. Почему сарай? Да вы просто посмотрите на неё и поймёте, почему это сарай. Потому что по-другому это назвать просто нельзя. Ну и честно говоря, ещё это сарай, потому что пробивается как обычный глиняный сарай. Деревом обшитый как максимум. Короче говоря, брони здесь нет. Шьётся полностью везде. Даже не буду вам ничего рассказывать про брони этой машины, потому что рассказывать не о чем. Есть только маска орудия, но если вам прилетит допустим вот сюда, не в маску, а вот в эту вот накладку, да, то есть вот сюда прилетит, поверьте пробьёт. То есть не пробьёт только вот, ну вот так вот как-то. Ну может быть где-нибудь на каком-нибудь стыке вот этом вот. И то чисто случайно. Короче говоря, брони у этой машинки нет. И что же такого в этой машинке, что многие себе её хотят до сих пор? Хотя машина в принципе она морально уже устарела. Когда-то эта машинка стояла в дереве развития СССР и можно было вполне спокойно зайти и купить её. Потом её оттуда убрали. Убрали её по непонятной для меня причине. Скорее всего просто немножко там что-то изменилось. Рас решили сделать прем-магазинчик, но и в итоге в неё периодически вкладывается понятие премиумная машина и выкладывается в магазин для того, чтобы желающие себе покупали. Но на сегодняшний день эта машинка больше для коллекции, чем для фарма и чем для нагиба. Раньше она безусловно нагибала. Сейчас же с добавлением новых машин в ветки развития и новых коллекционных машин на шестом уровне, а также новых премов, эта машинка безусловно играется уже куда более уныло, чем это было ранее. И очень жаль, потому что машинка годная. Итак, ребят, почему её хотят? Потому что есть орудие восьмого уровня на ПТшке шестого уровня, которое выдаёт 460 единиц альфы. Для шестого уровня это просто бомбическая цифра. Ровно как и вполне нормальная цифра бронепробития в 196 единиц. Есть минусы. Огромным минусом является 15 секунд перезарядки, которые необходимо пережить. И на этой ПТшке за отсутствием бронированности, я бы сказал, что занятия не из сильно приятных. Есть урон в минуту в 1800, который в принципе довольно неплохой для шестого уровня, но его ещё надо реализовать. Есть время сведения, которое 4.5, но в целом в бою плюс-минус оно нормальное. Довольно точная пушечка, это мы сейчас заценим в бою. И что касается самого большого минуса, это минус 5, которого ну просто вот вообще край как не хватает. А отыгрывать на этой машинке на ровных поверхностях очень сложно, потому что, как я уже сказал, с морды она бьётся везде, кроме вот этого вот листа возле орудия. Маски орудия больше ничего бронированного в ней нет. Итак, ребятки, заценили по-быстренькому технические характеристики. Теперь побежали в бой и посмотрим, что она может реально на шестом уровне в обычном рандоме. Пока забрасываемся в бой, хочу попросить каждого из вас, пожалуйста, сделайте огромное одолжение. Поддержите мой канал своей подпиской, вам она не стоит ровным счётом ничего и вам не будет мешать в списке ваших подписок. Но вы будете узнавать о выходе новых видосов, стримах, но и, честно говоря, сделаете огромное-огромное дело, огромную помощь окажете мне в развитии моего канала. Спасибо вам большое за благовременно. Также буду благодарен за лайки и за комментарии под данным видео. Итак, ребят, подвижность машинки. Подвижность машинки, она нормальная. Для ПТшки больше, чем достаточно. Безусловно, это не какой-нибудь там супер хеллкет, который мотается по карте, как угорелый. Но, ребят, едет она бодренько, едет она уверенно. То есть, в принципе, к ней в отношении подвижности вопросов нет. Особенно мне всегда в сушке нравилось, насколько быстро она вот так вот поворачивает и меняет траекторию своего движения. Что касается углов склонения, вот на такой горке, стоя, да, то есть вот так вот стоя, мы уже пушку вниз опустить не можем. То есть, нижний бронелист мы уже не выценим ни у одного врага. Подъехав чуть-чуть ближе, мы, соответственно, вылазим полностью и оголяемся всей своей красой перед противниками. Короче говоря, углов склонения от слова нет совсем. Что касается времени сведения, время сведения, как я уже сказал, оно в принципе нормальное. Да, если сравнивать с другими какими-нибудь танками, оно долговатое. Но, ребят, имея такую альфу, как у этого танка, дай ей еще и сведение. Ну, тогда, ребят, будет имба. Короче говоря, самое скучное, что в ней есть, это, безусловно, время перезарядки. Вот противник приехал, вот противник уехал, а я еще пытаюсь перезарядиться. Но зато, когда ты перезарядился и закидываешь вот так вот, вполне без печали, практически на 500, но это уже приятно. Приходится периодически включать ускорение перезарядки, потому что по-другому, в принципе, шансов у вас не будет. Но зато вы сделали уже два фрага, чем, ну, сделали свой вклад в победу команды. Как там уже команда отыграет, это вопрос третий. Вы же, в принципе, можете отыгрывать и отыгрывать довольно неплохо. Была бы только у вас возможность, дали бы только вам шанс. Ну, хоть какой-нибудь, хоть мизерный, хоть призрачный, на то, чтобы подольше пожить. Сейчас, понятное дело, меня разберут. Разберут меня в корму, как я сказал, у меня абсолютно нет брони. Но обратите внимание сейчас на то, что я говорил. Как вы видите, вот эта планка, даже она пробивается, которая по бокам, ну, да, то есть сразу за маской основной орудия. Пробивается спереди и верхний бронелист. И пробивается место, за которым, ну, лист, за которым сидит механик. Ну, а корма и бока прошиваются однозначно. Как я уже говорил, сарай, он и есть сарай. Брони в нем нет, ребят, от слова совсем, как я люблю говорить. В нашем бою мы сделали два фрага. Мы сделали 1866 единиц урона, практически 1900. И в своей команде, ребят, мы заняли первое место по урону. А чего еще желать? А желать, чтобы ваша команда отыгрывала чутка получше. И, соответственно, вы жили подольше. Вот чем дольше вы будете жить, тем больше вы своим уроном будете кошмарить. Сейчас закатимся еще в одну каточку обязательно. Посмотрим, насколько получится или не получится отыграть на этой ПТшке в этом бою. Честно говоря, вот такие вот карты, ну, танчик не очень сильно любит. Потому что неровности, любые неровности, это, в принципе, для него один из гвоздей в гробу. Но, может, звучит как-то немножечко кощунственно, но это правда. Машинка крайне неживучая. То есть, вот как только за вас зацепились, поверьте, если у вас будет несколько, я имею в виду, несколько союзников, выявших на противника или на противников, первой целью и первой мишенью, в которую будут целить, будете вы. Но, такая правда жизни СУ-100У. Ну, и такая же, правда, его смерти. Он умирает одним из первых, если у противников есть выбор, кого же выгонять в ангар первым. Вот сейчас, стоя на этом пригорке, покажу еще раз углы склонения. Они действительно очень унылые. И на этом у пригорочки показать получится гораздо лучше. Как вы видите, даже вот в такой проекции уже выцелить кого-то практически невозможно. Поэтому приходится менять направление. Все наши ребята уехали. Я думаю, что и нам нужно к ним подтянуться. Слава богу, данная СУ-100У, как я уже говорил, пускай это не Феррари и не Порше, но в целом поменять направление и перекатиться. Ну, у него довольно-таки неплохо получается, у этого танчика. Едем, попытаемся подтянуться чутка ближе, но и накинуть в кого-нибудь. Вообще, ребят, смотрите, если, ну, по-правильному посчитать, да, то при уроне в 500 я бы сказал так. Делаете 4 точных шота, но не таких, как я сейчас их сделал. Делаете 4 точных шота и в целом вы делаете 2 косаря урона. Ну, согласитесь, за 4 шота 2 косаря урона это довольно-таки не кислая циферка. Что же касается того, насколько возможно сделать 4 шота, да, возможно. По сути, это минута боя, если считать во времени перезарядки. Вот сейчас бы Шкода немножко сдала назад, ну и, соответственно, мы бы смогли ей помочь. Немножко раньше, до того, как она отхватила урон в себя. Вообще, в целом, машинка мне нравилась всегда. Да, да, безусловно, она стала, ну, я бы сказал, более унылая, чем была раньше. Вот они, углы склонения злосчастные, которых, ну, просто капец как не хватает. Но в целом, машинка даже на сегодняшний день остается довольно-таки играбельной. И что самое интересное, она остается довольно-таки фановой, с учетом того, сколько вы можете накинуть урона за один выстрел на своем шестом уровне. Вы можете вполне спокойно добирать противников, ну, допустим, вот если на примере вот этого ФВ, то у него полтора косаря запаса прочности, и на свои полтора косаря он может сразу треть потерять от вашего одного шота. Согласитесь, это довольно-таки прикольно. Итак, пробили нас, как вы видели, опять практически в то же место, только с другой стороны уже, справа от орудия, а не слева, как в отличие от прошлого боя, и 1243 единицы урона и 3 сделанных фрага. В общем, в общем зачете нашей команды мы заняли среднячок. Но просто, честно говоря, первое, я сделал нечестный, ну, неточный выстрел по первому из противников, которого видел на горке, это уже минус практически 500 единиц урона. И если бы хотя бы в том выстреле я не косанул, соответственно, я был бы сейчас либо на втором, либо на первом месте в нашей команде по урону. Это первая ремарка, которую хотелось бы сказать. Вторая ремарка, которую хотелось бы сказать. Если бы я не поехал на правый фланг, а изначально поехал со всей своей командой на левый фланг, то опять-таки я сделал бы еще на один или на два шота больше. И поверьте, я был бы точно на первом месте по урону с результативностью более двух с копеечкой косарей урона. Вот такая вот правда про СУ-100У. Возможно, вы ее захотите, возможно, вы ее купите, если она будет продаваться в магазине после просмотра данного видео. Ну и возможно, вы больше будете радоваться, если она выпадет вам из контейнеров. Спасибо вам большое за просмотр. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Отвечаю абсолютно всем. Приходите на стримы. Короче, ребят, участвуйте в жизни моего канала. По максимуму я вам буду безумно благодарен. Хотя бы участвуйте своим присутствием на моих стримах и в просмотрах моих видео. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова